Участились атаки на Крым. Кроме этого, мы видим, что приехал в Киев Йенс Столтенберг. Кроме этого, министры обороны приезжают. Мы не знаем точно, но, по-видимому, обсуждают вопрос деоккупации Крыма. Скажите, пожалуйста, как вы считаете, а понимание, что делать дальше у Путина, есть что он будет делать дальше, когда уже военные эксперты говорят, что Крым уже практически взяли под огневой контроль, не за горами Керченский мост. Вот что будет делать тогда Путин? Видимо, поэтому Путин и требует, что на ближайшее время, как он дал команду в ближайший месяц держать оборонные рубежи, ничего не сдаваться, что-то он за этот месяц, видимо, планирует. То есть вполне возможно, что они, проведя вот эти испытания свои на ядерное оружие, на новой земле, считают, что после этого коллективно Запад начнет относиться к ним иначе и внимательно прислушиваться к их словам, потому что иначе, смотрите, иначе вот сейчас Украина получит атакам с ракеты и, в принципе, спокойно может отрабатывать территорию и Крыма, и не только Крыма. То есть все понимают, что если штабы будут выбиты вот на этой местности, то могут появиться, в общем-то, такие прецеденты, как было с Херсоном. То есть при отсутствии местного руководства из Москвы не наруководишься. Все-таки должны быть локальные штабы, которые, в общем-то, знают конкретную специфику каждого региона. А если они будут Украиной ликвидированы, то, в общем-то, вполне возможно, что Путин подозревает, что, в общем-то, что России придется откатывать свои войска, а ему этого очень бы не хотелось, тем более понимая, что у него в следующем году так называемые выборы. Ну, если доживет, конечно. Потому что достаточно идет информация о том, что у него со здоровьем совсем все плохо. И то, что там периодически, в общем-то, они уже двойника обкатали и постоянно двойника уже применяют, то это не говорит. Я все-таки надеюсь, что когда, в общем-то, сам прототип уйдет в мир иной, то двойника они максимум поиспользуют несколько недель для того, чтобы можно было разворовать окончательно Россию, повыводить деньги, а потом сообщить, да, что все-таки вот-великий вождь помер. Субтитры сделал DimaTorzok